Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про Сегодня очень громкий вопрос Тихий звук в Windows Как исправить? Среди прочих проблем с воспроизведением звука Одна из самых частых это слишком низкая громкость воспроизведения Иначе говоря, тихий звук Иногда только в отдельных программах Иногда в системе в целом Проблема может наблюдаться и в колонках, и в наушниках Итак, в этой секретной инструкции мы расскажем о том Чем может быть вызвана проблема тихого звука в Windows 10 и Windows 11 И способах исправить данную проблему Слышим тихий звук в Windows в наушниках или динамиках Варианты решения Итак, предлагаем простые способы решения проблемы низкой громкости Прежде чем приступить к каким-то дополнительным способам исправления Брать отвертки, паяльники и так далее Рекомендую проверить следующие вещи Особенно если до недавних пор громкость была нормальной А проблемы с воспроизведением не наблюдалось Итак, рекомендую серьезно отнестись к каждому пункту И проверить, даже если вы уверены, что все в порядке Первое Если тихий звук наблюдается только в определенной программе Загляните в микшер громкости Правый клик по значку динамика Открыть микшер громкости Возможно низкая громкость выставлена только для этой программы Также, второй пункт Проверьте регуляторы громкости на колонках, мониторе и в меню монитора Если такие присутствуют И звук вы выйдете именно через них Тоже будьте внимательны Третий пункт Проверьте подключение во всех узлах вашего устройства воспроизведения Коннекторы должны быть плотно подключены до упора к звуковой карте Устройство воспроизведения Если колонки сами по себе модульные Или соединяются кабелями Проверьте подключение кабелей между ними Часто проблемы оказываются именно в этом Особенно если недавно производилась уборка оборудования Что-то там где-то передвигалось Или кошало Кошара ваша резко пробегала по территории компьютера Четвертое Если воспроизведение выполняется в проигрывателе с собственными параметрами громкости Эквалайзерами или иными настройками воспроизведения Внимательно изучите их по-любому Матчасть надо знать Ну и последнее В случае если вы столкнулись с проблемой на наушниках Которые подключены к передней панели персонального компьютера Проверьте Измените ли ситуации Если подключите их к выводу звуковой карты На задней панели вашего компьютера Если все указанные подходы не изменили ситуацию Переходим к следующим шагам Ну а теперь идем дальше Параметры устройств воспроизведения Следующий шаг это заглянуть в параметры устройств воспроизведения И поэкспериментировать именно с настройками Первое Нажимаем клавиши Win плюс R на клавиатуре Либо нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке пуск Выбираем пункт выполнить и вводим MMSUSE.CPL И нажимаем Enter Второй пункт Переходим на вкладку воспроизведения Выбираем ваше устройство воспроизведения И нажимаем кнопку свойства Третий пункт Попробуйте менять настройки Применяя изменения с помощью клавиши Или кнопкой переменить Ситуация может измениться То есть ситуацию может изменить И отключение пространственного звука Он нафиг там не нужен Или дополнительных эффектов Вкладка присутствует не для всех звуковых карт Изменение формата по умолчанию на вкладке Дополнительно тоже можно попробовать Возможно на одном из этих шагов Громкость воспроизведения придет в норму Еще один вопрос Программное обеспечение управления звуком Итак, при наличии установленных приложений Для управления звуковой картой Это Realtek, Audio Control и других Откройте их и внимательно изучите Все настройки, эквалайзеры, конфигурацию динамиков И других При наличии возможностей Включения и отключения различных эффектов Они нафиг не нужны Или улучшений Попробуйте их отключить И понаблюдать, даст ли это нужный эффект Очень часто вот эти вот улучшения 3D, расширение стереобазы Эффект присутствия Он как бы приглушает звук Как-то вот он становится Неправильный, негромкий Так что поюзать и посмотреть Обязательно все это дело Надобно Но это еще не все Мы продвигаемся далее Драйверы звуковой карты Важная вещь В 10 или 11 винде Эта система автоматически устанавливает И обновляет драйверы звука Обычно все работает нормально Но не всегда Если вы не устанавливали драйверы звуковой карты Вручную Рекомендую это сделать Итак, первое Заходим на страницу Поддержки вашей модели материнской платы Для персонального компьютера Или ноутбука Находим раздел Загрузка На лаут Второе Найдите драйвер звука Даже если он не для вашей версии Windows С большой вероятностью он будет работать Скачайте его И запустите установку После установки желательно перегрузить ваш компьютер А затем проверить Восстановилась ли громкость вашего аппарата Ну и по кончанию нашего видео Как всегда дополнительная секретнейшая информация для наших зрителей Некоторые дополнительные нюансы Которые могут влиять на громкость звука при воспроизведении Итак, первое В случае, если тихий звук наблюдается в наушниках То это может быть результатом загрязнения мембрамы Ну я бы не сказал, чтобы сразу две мембрамы у нас загрязнились Иногда износа их компонентов Ну я тоже это никогда не наблюдал Повреждения кабеля Может быть Бывают там какие-то настройки звука у нас Бывают подстроечники переменные резисторы Тоже может быть На шнуре может быть там есть переменные резисторы Очень старые такие наушники бывают Надо проверить В этом ли дело Покрутить, посмотреть и так далее и тому подобное Следующее Тихий звук на ноутбуке Особенно если он такой с момента покупки Возможно не является какой-либо неисправностью Или результатом неправильных настроек Акустика на многих ноутбуках Оставляет желать лучшего Вот, например, у меня вот ноутбук Fujitsu Да, там звук не отличался Большой громкость Он так посредничку По высоким частотам лупил Не более, не менее Так что тут такое дело Следующее Если проблему наблюдаете при воспроизведении какого-то определенного контента Например, конкретного видео или музыкального альбома Возможно, сама запись была сделана с таким уровнем громкости Это бывает Ну и последнее Если до недавнего времени проблем с громкостью не наблюдалось А система не переустанавливалась Вам могут помочь точки восстановления вашей системы Чтобы не бегать с бубном и не пытаться разобраться с этим вопросом Также на нашем канале есть дополнительное интересное видео Под названием Что делать, если пропал звук в браузере Или еще одно у нас видео есть Не работает звук в Windows 11 Решение Так что смотрим Пользуемся Набираемся опыту И хорошего вам звука Это канал Компьютерная Академия И наш партнер Сайт Ремонтка.про Я думаю, данная информация была вам полезна Смотрите наш канал Ставьте нам лайки Делайте подписки С нами будет интересно Субтитры сделал DimaTorzok